Марина Овчинникова, как и многие жители микрорайона «Поток», раньше лечилась в поликлинике при городской больнице номер 3 на улице Титова. Но знаменитую шестиэтажку в 2014 году из-за аварийного состояния закрыли. Пациентов и врачей поликлиники решили не беспокоить, но запланировали их переезд в отдельное здание бывшего профессионального училища. Сделали там капитальный ремонт и на этой неделе стали принимать пациентов. Сразу попала к доктору, выписать лекарства мне нужно было, не ждала, а не сидела, буквально минут 5-10. Из бюджета края на капитальные ремонты и оснащение поликлиники выделили 50 миллионов рублей. По заверению специалистов, теперь медицинское учреждение соответствует всем современным требованиям. Здесь мы видим не только новые стены, новые диваны, но мы здесь еще видим новые организационные технологии, когда пациент может записаться на прием к врачу через регистратору, может записаться через колл-центр, через инфомат, через интернет. То есть все возможные способы записи на прием к врачу, они сегодня здесь есть. Именно поэтому в поликлинике не так многолюдно нет длинных очередей и недовольных пациентов. Хотя здесь уже подсчитали, в день успевают принять до 700 человек. Время приема больных сократилось, но не потому, что врачи стали меньше уделять им внимания, а потому что в рабочем процессе произошла заметная оптимизация. Весь персонал трудится в рамках системы 5С. Это пять принципов. То есть сортируй, содержи в чистоте, соблюдай порядок, стандартизируй и совершенствуй. На примере данного шкафа рабочего медсестры можно показать. Как известно, совершенству пределов нет. В скором времени у поликлиники появится отделение лучевой диагностики, возможно, запустят лифт. Добавим, что в этом медучреждении смогут проходить лечение более 40 тысяч броноульцев. А в поликлиническом отделении на улице Титова в будущем планируют организовать хоспис. Но когда это произойдет, в Министерстве здравоохранения края пока не знают. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.